Всем привет, с вами Сторли и сегодня я буду снимать обзор на планшет. Также мы поговорим про будущее канала, скорее всего, возможно, и будет SpeedPaint, потому что надо показать, как работает планшет. В общем, такое вот вступление, больше никакого размусоливания и все такое. Значит, обзор на вот этот планшет. Это Gamon PD2200-2200. Абсолютно всем привет, с вами Сторли и давайте сделаем вид, что я была здесь все это время и нигде не пропадала. В общем, вот я и снова здесь, озвучиваю очередной обзор на планшет. Помимо этого, я хочу еще поговорить о других вещах. Сначала я поговорю про планшет, комплектацию и опыт использования, после чего запущу SpeedPaint, чтобы продемонстрировать, как все работает, и тогда начну говорить на другую тему, касаемо моего канала. Если что, вторая часть начинается вот с этого места. Собственно, что мы имеем? Вы скажете очередной планшет, который никак не отличается от других, и вы будете правы и неправы одновременно. Перед вами Gamon PD2200. Это достаточно крупный экранник с диагональю 22 дюйма. У него есть подставка, о которой я так сильно мечтала, и я не совру, если скажу, что это правда очень полезная и удобная вещь. Сколько я уже пользуюсь этим планшетом? Две недели? Месяц? Два месяца? Прошло около пяти месяцев с момента, как мне его доставили. Согласна, можно было бы сделать обзор намного раньше, но я не буду собой, если мой канал не будет пустовать месяцами, не так ли? Вместе с планшетом идет четыре провода. HDMI, USB и два для питания. Поэтому имейте в виду, что вам нужно иметь свободную розетку и необходимые порты для того, чтобы все работало. Стилус такой же, как и тот, что шел в комплекте с предыдущим планшетом. Это же касается и подставки с перчаткой. Однако, в данном случае у меня наконечники стираются гораздо быстрее, чем раньше, поэтому дополнительные восемь штук, которые идут в комплекте, валяться без дела точно не будут. Что касается самого опыта использования, планшет меня приятно удивил. В последнем обзоре экранник был намного меньше и преимущества перед обычной доской я вообще не видела. Однако, это нельзя отнести к этому планшету. К моему удивлению, на нем рисовать, правда, намного удобнее. Это можно объяснить, опять же, регулирующейся подставкой и огромной рабочей площадью. Все кнопки по бокам корпуса прекрасно работают в SAI. Пользоваться ими или нет – решайся сами. Это вопрос вкуса, привычки и всего прочего. Лично я по привычке все еще использую комбинацию на клаве. За все время использования планшет ни разу не зависал, драйвера не слетали, все шло как по маслу. На данный момент с его помощью я сделала уже около 20-30 рисунков и полностью ими довольна. Только надо помнить, что для него нужно много места и стоит заранее знать, куда его можно убрать, когда вы закончите рисовать. Что ж, про сам планшет мне сказать больше нечего, поэтому я оставлю все необходимые ссылки в описании и перейду к следующей теме видео. Могу сказать, что на YouTube меня занесло вообще случайно. Я никогда не стремилась набрать большое количество просмотров и какую-либо крупную аудиторию. Каждый раз все будто происходит само. Я не знаю, это удача или же проклятие, но факт остается фактом. Все прекрасно знают, с какого видоса все вообще началось. Ролик про Септи. Иногда я думаю, что лучше бы я его вообще не записывала. Никто не мог предсказать, что он так разлетится. До него я просто делала различные простые видосики, мемы и особо не парилась. На канале тогда было около 10к подписчиков и это было очень тихая и спокойная комьюнити, состоящая в основном из англоговорящих людей. Как видите, сейчас все кардинально поменялось. Если сравнивать с тем, что было, подписоты стало намного больше. Я не совсем понимала, что мне со всем этим делать. Из-за того, что завирусившийся видос был сделан в формате некого стори тайма, от меня стали ждать именно такого контента. Вся эта тема хайпила, каждый второй создавал канал и клепал одинаковые ролики с их персонажем в углу. С горем пополам я сделала еще несколько таких видео и с каждым разом это давалось все труднее. Я не постила ничего месяцами. Этим летом я сказала, что камбэкнусь, как сама думала, однако, как вы заметили, этого не произошло. Я второй раз попыталась сделать видос с ответами на вопросы, но поняла, что не хочу этим заниматься. Мне просто не нравится. За два года такого режима большая часть моей подписоты уже давно не активна, что хорошо, наверное, потому что никто от меня ничего не ждет. То же самое случилось и с моими пабликами ВКонтакте. Основной, в котором сидит больше всего людей, обновляется от силы раз в месяц и актив там давно сдох. В то время как мой щитпост процветает и я чувствую себя там намного комфортнее. У этого канала нет тематики, нет конкретного формата, в котором снимаются ролики. Зато есть автор, который периодически пропадает на неопределенный срок и ничего не делает. Прекрасный набор, не так ли? Я тоже так не думаю. Если до этого я кормила вас анонсами без продолжения и какими-то обещаниями, то сейчас я понимаю, что в этом нет смысла. Тем более, что заниматься этим я не хочу и сама прекрасно понимаю, что делать ничего не буду. Скорее всего, последующие видео, если они вообще будут, будут в каком-то другом формате. В каком? Без понятия. Отныне я просто постараюсь сделать то, что мне самой интересно и когда у меня на это имеются силы. В конце концов, это мой канал и менять в нем я могу абсолютно что угодно. Жаль, что руки дошли только сейчас. Что касается самого ролика про Септи. Еще два года назад, когда он был залит на ютуб, реакция была очень неоднозначной. Мне абсолютно плевать на хейт, что тогда, что сейчас. Однако меня беспокоит то, что меня неправильно поняли. Многие, посмотрев видео, пришли к выводу, что Септи — говно. И я несу за это полную ответственность. Уже сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я могла бы сказать иначе, чтобы все-таки правильно донести свою мысль. Ничего теперь уже не исправить, но даже так, учитывая то, что видео скоро стукнет два года, под ним все еще каждый день появляется огромная куча новых комментариев. И снова все сводится к одному и тому же. Меня расстраивает, что люди продолжают выражать прошлое, несмотря на то, что происходит сейчас. Очень мало кто, правда, посмотрел хоть на что-то новое, что делает Септи и увидел, насколько сильно он прогресснул. Он большой молодец и я могу только пожать ему руку. Проделана огромная работа, и закрывать на это глаза банально нельзя. Мне очень жаль, что в свое время из-за меня на него обручилась огромная волна хейта. Хотя это совершенно не было моей целью, к этому все пришло. Можно сказать, что такое могло помочь человеку закалиться и легче переносить подобное в будущем, но это все еще никак меня не оправдывает. Стоит ли говорить, что теперь у меня абсолютно та же проблема с аудиторией, которая была у Септи. Очень много агрессивных детей, поведение которых, к сожалению, я совершенно никак не контролирую. Хотела ли я этого? Конечно нет, но и поделать с этим уже ничего нельзя. Я скрою это видео, потому что сейчас оно уж точно не несет ничего хорошего. Если раньше мне еще было жаль моих усилий, потраченных на его создание, то теперь уж лучше так, чем каждый день будет прибавляться куча недалеких ребят, которые все еще думают, что сейчас 2018 год. Не знаю, насколько длинным получится видео, вроде как не так уж много всего написала, но если вы досмотрели до этого момента и выслужили всю мою болтовню, огромное вам спасибо. Не забывайте мыть руки, когда-нибудь увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!